Новые санкции. США ввели их в отношении Сирии в ответ на химическую атаку против мирных граждан. Почему в Вашингтоне считают, что это лишь верхушка айсберга? И каким будет их следующий шаг? Дмитрий Анопченко подробнее. Министр финансов лично выходит к прессе, чтобы сообщить. Вводит санкции против двух с половиной сотен сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра. Людей, которые, как уверены американские власти, уже пять лет работают над программой химического оружия для Башара Асада. В Вашингтоне считают, что именно люди, попавшие сейчас в черный список, и произвели зарин. Отравляющее вещество, использованное в начале апреля для химической атаки в провинции, контролируемой повстанцами. 87 человек тогда погибли. Среди жертв было много детей. В Белом доме уверены, что власти Сирии тайно продолжали работу над химическим оружием, которое официально ликвидировали в стране еще четыре года назад, в 2013. Счета тех, кто оказался сейчас в новом черном списке, должны быть заморожены. Американским гражданам и компаниям категорически запрещено поддерживать с ними любые отношения, что деловые, что финансовые. Но авторитетное агентство Associated Press выяснило, что этим шагом Вашингтон не ограничится, что это только начало. Мол, штаты намерены давить финансово, чтобы максимально затруднить, или даже полностью блокировать поддержку сирийского президента и его правительства. Так Associated Press сообщает и об ожидаемых мерах в отношении производителей вооружений, всех, кто поставляет оружие режиму, и о возможных шагах в отношении банков, работавших с Дамаском. Сам глава Минфина конкретные шаги разглашать не стал, но подтвердил, продолжат вводить санкции. Санкции очень важны, мы продолжим их использовать. Будут ли вместе с ударами финансовыми еще и удары военные, просят разъяснить здесь, в Капитолии. На днях целая группа конгрессменов-демократов письмо президенту Трампу написала. Мол, господин президент, разъясните, пожалуйста, вашу позицию по Сирии, потому что все члены команды дают противоречивые оценки. Может быть, у вас, в принципе, единого курса нет? По закону администрация обязана ответить. Тогда и станет понятно, чего еще ожидать в отношении Сирии. Новых санкций или не только их? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.